Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не должен, и можешь делать все, что хочешь. Но не случайно, что мы находимся в нашем актовом зале, актовом зале школы, где Рубен впервые вышел на сцену. Его вся жизнь – это сцена. На этой сцене мы впервые сыграли наш КВН, мы впервые вышли как театр-миниатюр «Хлам». Мы впервые сформировали ту группу, которая впоследствии дошла до, наверное, очень больших успехов. Мы вместе отремонтировали, повесили туда даже табличку, что этот зал отремонтирован. Участниками группы «Хлам» театр так и назывался школьных художники, лицедеи, артисты и музыканты. Сколько лет прошло, и все равно Гор говорит, что художники, лицедеи, художники-литераторы, артисты и музыканты. Да, это очень был важный период, наверное, в моей жизни тоже, потому что школа – это имело очень большое значение. И не только в моей жизни, а в жизни моих друзей. Так как было возможно, что мы могли каким-то образом отблагодарить школе, мы вернули это, отремонтировали этот зал. В начале 90-х на просторах СССР не было человека, который бы не знал, что на армянском означает «баревдзес». Черный смокинг, белые рубашки, красные бабочки. Джентльмены в мире хаоса распада империи, показавшие, что даже в такое время можно оставаться носителями высокого стиля. Мы были большими соперниками тогда, и это было важно для нас, для всех. Победа. Мы тогда очень хорошо были готовы к этой игре, и мы все равно проиграли ее. Команда КВН Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, и я, к сожалению, нищий. Нищие господа! Это пресловутый шарм. Недаром они так назвали потом свою компанию. Такой легкий акцент русский. Такие «добрый вечер», можно «здрасте», можно просто «баревдзес». Вот это все такой джаз легкий. В аналах истории сохранено. Было исписано 345 килограммов бумаги. Придумано около 34 тысяч шуток, из коих на сцене прозвучало лишь 700. Сыграно 232 миниатюры. На одном из концертов зарегистрирован рекордный по децибелам уровень аплодисментов. Это делится совсем по-другому. Маленький фокус. Берем карту Советского Союза, причем масштабом один к одному. Внимание, посмотрите, я не обманываюсь, серьезно, посмотрите. И начинаем ее делить. Внимание, посмотрите. Отделяется Прибалтика, отделяется Украина, отделяется Армения, отделяется Россия, Узбекистан. Открываем, что у нас получилось. Правильно, СНГ. Теперь начинаем это все. Все это вместе. Начинаем все вместе соединять. Соединяем Таджикистан, Прибалтику, Украину, Армению, Россию. Открываем, что у нас получилось. Правильно, СНГ. Теперь начинаем все это отделять. Отделяется Украина, Прибалтика, Россия, Армения. У меня все вместе отделяется, открываем, что получилось, правильное СССР. Потом все это закрываем, открываем, что у нас получилось, СССР, не открывали, СССР. Что мы делаем? Правильно балуемся. Вот у меня определенные воспоминания в связи с этой елкой. Я помню, это был 92-й год. Они должны были ехать в Москву на чемпионат Ковеновский. Вообще эта история с елкой, она действительно уникальна в своем роде, потому что это наша дача, и мы здесь очень часто писали перед игрой, и заклинило нас на одной шутке, связанной с елкой. Вышли на то, что это елка какая-то, может, это волосатар, армянское дерево. И придумалась очень оригинальная, на мой взгляд, шутка, которую мы потом уже со сцены. Ее сам я и говорил. Методы против облучения придумали мужчины Еревана. Значит, они выращивают волосы на спине и аккуратно их зачесывают на голову. Когда мы возвращались уже в аэропорт, прямо перед аэропортом продавали елки. И один из продавцов был армянин, который кричал, «Кремлевская волосатая елочка, подходи, подходи!» И вспоминая, как родилась эта шутка, которая недавно взорвала зал, мы купили вас тоже на эту елку, привезли на дачу, и как дань вот этим всем воспоминаниям мы ее там посадили. Вот они в этом месте все дружно по очереди копали и сажали эту елку. В начальный период у них были красные шарфы. Потом, не знаю, какая-то идея пришла, что нужно обязательно, чтобы подчеркивался их вот это место этого пояса, и должно быть красным. Обратились сразу же ко мне, сидели, думали, думали. И когда решили, всю ночь я сидела, шила на всю команду, это ручной машинкой, и шила я эти пояса. В основном я ребенком болел за команду Ерми, где он замечательно демонстрировал, как один конкретно взятый смокинг может одновременно и подчеркивать недостатки, и скрывать достоинства его фигуры. Безусловно, этот стиль, если вы не знаете, там же была бабочка, смокинг. И, внимание, пояс. Японские туристы, приехав в Москву, увидели игры КВН. Им очень понравилась эта деталь гардероба команды Ерми. После этого пояс отдельно был взят, вывезен в Японию, и борцы с УМО используют этот пояс исключительно для того, чтобы друг друга поднимать и хватать. Рубик – это такой постоянный фристайл. Я постоянно его представляю все время теперь вот в этой бабочке, в этом черном костюме. По-моему, красная бабочка – это такой красный кушак. Вот это все, за что мы их любили и ненавидели. Потому что, ну, как можно было с ними конкурировать, тогда это было практически невозможно. Мы, 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 Кар Макси и другие Ленин Эйнгельс Основа положили Ложили-ложили Идеи гуманизма Онисма-онизма И поэтому в наше время И поэтому в наше время Время и итоги Памятники не сносили Сносили-сносили Не сносили Сносили-сносили Не сносили А я говорю «Сносили!» И поэтому мы должны достичь апогея, не вступать ни с кем никакие перепалки и не должны себя расслаблять. После Рубена подниматься на сцену КВН было очень сложно. Ярми были легендарными КВНщиками. Когда на сцену выходит армянин КВНщик, автоматически зритель начинает его сравнивать с Рубеном. Я вообще горжусь, что есть такой человек, как Рубик Джигинян. Благодаря, наверное, ему и в целом команде Ярми многие студенты захотели стать КВНщиками. Многие армяне начали играть в КВН. Вот из нас из всех, если кого-то ждали в Москве, то ждали его. Потому что он был нашим флагманом, он был нашим лицом, он был очень яркой звездой и очень популярным. По улицам Москвы либо любого другого города России ходить не мог. Просто его останавливали, фотографировались. В 1993 году команда Ярми, когда уже была чемпионом КВН, в мире произошли следующие события. В Лондоне прошла презентация первой 32-битной игровой консоли с CD-ROM. В животном мире был открыт новый вид стрекоз, булавопрюх Вандринка, найденный в Армении. Произошла вспышка сверхновой звезды SMG в галактике М81. Самым продаваемым синглом стала песня в исполнении Утни Хьюстон «I will always love you». А в Армении в результате распада Союза отключился свет. И стало темно. Ребята почему-то организовали в блокадном городе шарм-шоу. Мы звонили, сказали, а может, Алена еще вести вместе с джазом? Я говорю, мы слышали, что у вас там вырубили все деревья, деревья. Тотальная темнота. Вот прямо ничего не видно. И поехали мы на дачу к Рубику. Компания была большая. Это был самый, ну один точно из самых хохочущих, гомерических ночей, одна из самых вот в моей жизни. В контрасте с городом, в который мы прилетели, и этот смех давал невероятное ощущение, все равно этот народ, эти люди выживут. Этот концерт, полный зал, не очень хорошо одетых людей, я это отлично помню. И они были в верхней одежде, и, господи, они принимали этих исполнителей. Это было очень сильно эмоционально. Если вот просто вам уже памятник, ребята, надо всем поставить, что в этой ситуации вы вдали этим людям, нашим соотечественным, жизнь. Мы успели в 93-м году, я думаю, сделать две очень хорошие вещи. Создали армянскую лигу КВН, после чего из нее вышло очень много одаренных людей, которые до сих пор работают в сфере шоу-бизнеса, телевидения, ну и различных других тоже. А второе, да, это было шарм-шоу. Это конкурс исполнителей. Благодаря Тиграну, потому что он одним из первых откликнулся, и он был в составе жюри. Весь зал СКК был абсолютно полный людей, и это было очень трогательно, как люди переживали. Было действительно уникальное шоу, очень нужное моей стране, моему городу. Наверное, один из самых талантливых людей, которых я встречал в своей жизни. Есть такие люди, они талантливые на молекулярном уровне. Настолько широкий диапазон у него таланта. Это и артистизм, это и музыка, это и хореография, это и кино, это телевидение. Так как Рубен был одним из самых ярких представителей КВНа 90-х годов, и у всех была всегда мечта пригласить Рубика в импровизационную программу «Прожектор пересылка». Знаю, что, во-первых, он за словом в карман не лезет, во-вторых, русский язык для него представляет какие-то причудливые, смешные конфигурации. Первый брат старший, егерь по неволе, судьбоносный испанец, инквизитор клирик, он всегда возвращался по неволе домой, внутри чувства себя человека, который хочет всех зайцев собрать себе на шею, выйти из леса и обозваться мозаи. Ну, я-то понятно, что являюсь фанатом юмористического творчества Рубика. Саша Цикало, когда еще Рубен был организатором концертов «Кабара-дуэт-академия» здесь, в Ереване, был знаком с Рубиком и с его юмором. Вообще, все, что в нашей передаче происходило «Прожектор пресс-хилтон» невольно поделилось на период, который был до прихода Рубена Джагиняна и после. Во-первых, он забрал многие вещи с собой, не спрашивая администрацию «Первого канала». Во-вторых, природное равновесие и баланс между армянами и армянами в кадре был существенно нарушен с его визитом к нам. Рубен, вот какие забавы начинаются весной? Ну, обычно разбыхают почки, женщины. Это такой период как-то осознанного бытия происходит. То есть человек осознает свое бытие вне себя. А в Пензии народные запахи? А конкретно в Пензии что происходит? Катание на лужах. Катание на лужах. Знаменитые. Пензийское катание на лужах. Но с открытой стопой, вы знаете. Вовремя нужно остановить. Вовремя нельзя. Как всегда, исчерпывающая информация. Спасибо огромное. Рубен, да. Ну, Рубик – это поколение. Рубиком сядешь за один стол, на целый год потом остротно слушаешься, потом будешь выдавать их за свои. Когда возникла идея снимать программу такого рода для России, для «Первого канала», я подумал, что это должен быть только Рубик, потому что нам нужен был великий импровизатор, а Рубик – великий и всемогущий импровизатор. Добрый вечер, мои маленькие фанатки-фанатики! Обожаю просто аппендиксы. А как на него клюет? Ты корочка в баране, ты за что любишь Ивана? Ой, я зато люблю Ивана, что головушка кудрява, что головушка кудрява, баранушка кучерява. Любой муж возвращается, открывает и нет уверенника. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Простите, у вас в конце какая буква была? Б, Брежнева, Б. Б, Брежнева, Б, Брежнева. Хорошо, чтобы все Б были Брежневыми, вы знаете. Наверное, наше основное такое глобальное знакомство произошло на Форт Боярде. Дальше я, как вы понимаете, получу это предложение, подумав, возвращаюсь и говорю, «Ребята, а на каком языке я все это буду вести?» Мне говорят, «На армянском». И тут, конечно, фигура Рубена была ключевой, потому что, если бы не он, если бы он мне не помогал, не поддерживал, не подсказывал, то, конечно, это было бы очень смешно. Молодые девушки падают в бездну. Главное, чтобы они оттуда возвращались. Будем надеяться. Очень часто молодые девочки падут. Это жизнь. Ну, знаете, так как сейчас супруга Рубена будет смотреть, вы меня извините, вас тогда не было. А вот, поэтому Рубен дико ухажеристый. Нет, я имею в виду не то, что вас не было, а была я, меня тоже не было. Ну, в смысле, я была как подруга. И вообще, кстати, у Рубена тогда никого не было, это вы должны понимать. Ну, не знаю, может, у него кто-то был, но мне он говорил, что у него никого не было. Нет, он мне говорил не потому, что я спрашивала, просто мы все знали, что у Рубена, короче, никого нет. Ну, то есть, может, кто-то был до этого, но понимаете, в чём дело? Я не спрашивала у него, но как-то было интересно, есть кто-то у Рубена или нет. Ничего, зумхоз ума. Я гораздо позже начал свою продюсерскую деятельность, и моему восхищению нет границ. Потому что, во-первых, я работал у продюсера Рубена Джагиняна. Сначала опосредованно, потому что он с командой ребят организовывал концерты. Я начал свою карьеру с клейки афиш концерта Анжелики Вару в 93-м году. Человеком, который инициировал всю эту историю, был Рубен. С середины 90-х и по сей день он занимается тяжёлым трудом армянского телевизионного и не только телевизионного продюсера, но и киношного. Проекты выходят, все они интересны, если это юмористические проекты, они зико смешные. Если это кинопроекты, они кассовые лидеры. Это было начало 90-х. Поступило очень странное предложение для тех лет. Предлагалось снять первый в Армении рекламный ролик на плёнке. И тут произошло наше первое знакомство с Рубеном. Я понял, что этот проект будет. Тогда я понял, в чём сила вот этих ребят, которые представляли компанию «Шарм», которой руководил Рубен. Каждый из себя представлял сильную натуру, но они были все объединены руководством Рубена. Человек, который оставил очень большую планку для производства своих продуктов. Будь то фильм, будь то рекламный ролик, будь то концерт. Это был первый рекламный ролик в стране, снятый на киноплёнку. Потом последовало ещё несколько киноплёночных работ. Далее, включив обороты на полную креативную мощность, компания «Шарм» вышла на многолетнюю дистанцию создания разнопланового творческого контента. За 30 лет существования было создано более полутора тысяч рекламных роликов, более 100 музыкальных клипов, 72 концертных шоу, 27 телециклов, 115 документальных фильмов, 20 художественных фильмов, 9 фэйшн-шоу, 6 театральных постановок, 2 мюзиква. ЛБ пришёл с идеей создания журнала «Ереван». Мы решили на обложку поставить группу «Фрэш-арт», и она тогда взорвала рынок. Знаете, что делают сейчас армяне во всём мире? Правильно, читают журнал «Ереван». Эта растяжка, горделиво красовавшаяся на улицах Москвы, не лгала. Проект сразу же стал мегапопулярным, без преувеличения, во всём мире. Ибо мы есть во всех его, даже богом забытых уголках. Поначалу же, он был воплем души на массовую эмиграцию из Армении. А слоган «Журнал с акцентом» позволил перевести в новую плоскость восприятия и уверенность армян, что все великие люди несут в себе ген с акцентом. Это было, во-первых, эпохой. Эпохой «Ереван-журнал». Это была уже традиция. Оно превратилось в ереванскую традицию. Оно превратилось во всеармянскую традицию. Люди собирали «Ереван-журнал». Люди читали «Ереван-журнал» от корки до корки. Помните, когда он не был ещё популярным, было очень трудно убедить звёзд сделать фотосессии. Мы в Москве догадались с именитым актёром, который должен был прийти. Ну, в общем, он не пришёл. Нужно было спасать ситуацию, потому что нужны были фотографии для выхода журнала. И я позвонил своим друзьям Гарику Марту Русианову и Мишу Галустяну и попросил, чтобы они срочно приехали в такое-то место. И мы зашли в ближайший магазин, брендовый магазин, и начали делать там фотосессию. Мы просто брали с прилавков всё, что лежит, надевали на себя и фотографировались. Ну, одно из которых мы поставили, конечно же, на обложку, а другие храним у себя в архиве. Журнал «Ереван» тихо-тихо превращался в такую компанию, как «Ереван Продакшн», такой инкубатор проектов. Соответственно, в этот инкубатор попадало много креатива от Рубена. Идея создания музыкальной студии пришла к нему. Я помню, как на нашей музыкальной студии был записан, наверное, самый молодёжный гимн Армении Кармир Капут Сириан Агумин. Шикарный композитор Армен Мартырасян, который создал этот хит. Весь мой творческий путь не был бы таким плодотворным и в какой-то мере даже успешным, если бы не было в моей жизни Рубена Джагиня. Он каким-то образом умел во мне включать, вбудить этот механизм креатива, который мне позволял создавать все эти патриотические песни, корпоративные гимны, музыка в кино. До сих пор я не могу объяснить это явление, но одно могу сказать точно. Рубен Джагиня ключевая фигура в моём творчестве. Вообще, работа с Арменом Мартырасяном это отдельная история моя. Те патриотические песни, которые мы совместно создавали. Я думаю, они любимые до сих пор. Их много смотрят в интернете и очень часто используют на различных мероприятиях, поют. Это важная вещь, потому что они пошли в народ, значит, они очень честные. Вы хотите зрелищ? Их есть у меня! Наверное, для внутреннего пользования именно так звучал слоган проекта «Ереван-Москва-Транзит». Нам интересно делать, осуществлять невозможно. И «Ереван-Москва-Транзит» это было настолько абсурдно, когда мы кому-то рассказывали, все говорили, что вы ненормальные, такие проекты невозможно сделать, невозможно поднять. Проект был супер-дерзким даже для начала двухтысячных, когда страна едва начала примиряться к условиям относительно спокойной жизни. Не мудрено, что мало кто верил, будто такие суперзвезды, как Лайма Вайкуля, Владимир Пресняков, Леонида Агутина, Желикова Рум, Сосо Павляшвили, Валерий Сюткин, Александр Буйнов, Тамара Гверцетели, Ума Турман, Астудио, Надежда Бабкина и многие другие все бросят и станут петь по-армянски. Однако спели. И когда был затеян грандиозный проект «Москва и Реван Транзит», ну, мне предложили устроители, давай споешь с дядей Джованом. Ну, какой из меня певец? Ну, ты в одну ноту не попадаешь. Ну, и все-таки я согласился. Ну, дядя Джован там все сделал, конечно. Ну, мы, конечно, сыграли. Я подстрочник спел, а у Чарова «Ах, чик». Синокчан, а теперь ты. Ай-сэм, а че-как, «Ах, чич». Конечно, мне сделали тогда предложение, от которого я не смог отказаться. Конечно же, я сразу согласился и спеть на армянском языке энергичную, шикарную, мощную песню, плюс еще с такой харизматичной и безгранично красивым человеком сонной. и безгранично. И безгранично. И безгранично. историю, связанную с этим проектом. Во время одного из концертов «Ереван-Москва. Транзит» в концертном зале «Россия» была огромная гримерка. И там пришел корреспондент, ведущий российской газеты. Там сетели все участники проекта. По национальностям скажу. Там еврей, грузин, русский, татарин, латышка, белорус, молдаваний. Корреспондент спросил, что общего между всеми вами, что вы участвуете в этом проекте. И один из певцов сказал, что мы поем на армянском языке. Следуя профессиональной мудрости, плох тот продюсер, который не оседлает волну успеха. Наш продюсер запустил второй проект «Ереван-Киев-Транзит». Это были песни, которые народ знает, но уже не слушает, потому что все же интереснее, и когда ты слушаешь популярную музыку, интереснее, когда это все сделано современно, доступно. И у нас это получилось. Получилось, потому что все горели. И не зря у нас был слоган «Сделано с любовь и спето от души». Я бы обратил тоже как продюсер внимание на различные социальные проекты, которые Рубен, изначально понимая, что в этом нет никакой выгоды, он, конечно же, начал это все производить, делать без каких-либо прибыли и для себя, и для своей компании. Были также истории с созданием юмористических памятников. Мы там с ним фантазировали и решили сделать памятник игроку в нарды. В итоге этот памятник стоит на Московском бульваре и, наверное, является одним из самых фотографируемых памятников. В основе задумки, значит, у нас лежит семейная пара, которая как бы и смотрит телевизор, и слушает радио, смотря, да, зритель как воспринимает. И здесь у нас в композиции присутствует и радио, которое звучит постоянно, и телевидение. Когда мы узнали, что Рубен будет заниматься еще и армянским радио, наш фонд «Ренессанс» профинансировал это мероприятие с общественным телерадио Армении, и под тоже чутким руководством Рубена было оцифровано и спасено очень большое количество армянских напевов, мелодий, которые стояли на грани исчезновения. Армянское радио — такой же бренд, как одесский юмор. А может и больше, если верить иностранцам, которые, попав в Ереван, первым делом хотят увидеть место, где рождались анекдоты армянского радио. Но если бы кто-нибудь из них оказался там в первой декаде двухтысячных, он бы посчитал это дурной шуткой. Знаменитое здание почти пришло в упадок. Устарела техника, да и контент уступал многочисленным FM-радиостанциям, развивающимся на волнах свободы. В таких неравных условиях предстояло не только выправить рейтинг национального радиовещания, но и сделать его конкурентноспособным. Я узнал, что собирается в союзе композиторов детский вокальный инструментальный ансамбль «Артутык». «Артутык». Кстати, мы Рубика встретили как раз на записи. А я помню другое. Мне Агаса Мик Сергеевна на репетиции сказала, что у нас новый мальчик будет на съемке. Ему даже спросили, я помню, а на чем он будет играть, потому что тогда уже все, как бы, укомплектован был состав. Вот она сказала, а я ему треугольник дам. Слушай, а ты помнишь, мы ночью пришли на запись в эту студию? И как раз, по-моему, мы записывали вот эту песню «Динг-донг». В шестом классе в первый раз именно вечером правильно вспомнила, как мы записывали песню Роба Барткенча, Амир Ханяна «Динг-донг». И я очень хорошо помню этот день. Вот сейчас в студии, вот мы сидим здесь, да? Она уже, по-моему, по всем мировым параметрам соответствует. Можно здесь спокойно и симфонический оркестр записать. Молодцы, да. Я никогда в жизни не мог представить, что пройдет 38, уже точно не помню лет, и я вновь зашел в эту студию. Но совсем в другой ипостаси. И так как эта студия уже находилась в моей администрации, для меня была очень важна реконструкция этой студии. Не потому, что когда-то мы там играли, а потому, что в этой студии выступали очень именитые коллективы армянские. Мы с моей командой здорово постарались, и я очень этим горжусь. В 2009 году в моей жизни произошло одно из самых интересных событий. Так получилось, что я и мой близкий друг Артур Григориан, сексофонист, получили возможность учиться в Беркли. Ассоциация армянского джаза с Левом Малхасианом, Рубен Джагиняном и Арменом Чико Тутунджаном. Если я не ошибаюсь, продюсер Артур Асатриан был в 2009 году. Он был в Беркли, и он нашел контакты с институтом, и они договорились, что по отбору могут приехать два студента и учиться два месяца. И Рубен помог абсолютно со всем. Там были финансовые проблемы, там были проблемы с житьем. На английском говорят dream come true. Мечты сбываются. Во-первых, мы увидели всех легендарных музыкантов, о которых мы даже и не мечтали видеть. Я как велончелист и бас-гитарист имел возможность взять уроки у известного велончелиста Юджина Фризена. Занимался с бас-гитаристом Линкольн Гойнсом. Моя учительница была Терри Линкарингтон, барабайщица. Сюрприз продолжается, потому что мы играем и разъезжаем, и встречаемся с великими музыкантами, с известными музыкантами. Стараемся привозить их в Ереван. Джазовые проекты это такая отдушина для меня лично. И все, что с этим связано, я всегда пытался, чтобы было на высшем уровне. И мы выпустили энное количество дисков различных-различных музыкантов. мы всем предоставили возможность выпустить свой диск. Был большой бум. Чудные были времена. Помню, как мы с ним обсуждали одну историю, когда ко мне обратилась женщина, которая обнаружила человека, который продавал тарелки Палараджанова. Но тогда журнал Еревана, Ереван Продакшн, приобрел эти тарелки. И Ербен как раз отвез и подарил это музей. Они сейчас там висят. Мы дарили еще шляпу, которую купили на аукционе в помощь Гоголь-центру. Шляпу, которую подарила Гоголь-центру Алла Демидова, которой Палараджанов подарил эту шляпу. Соответственно, Алла Демидова пожертвовала ее на благотворительные цели. А мы ее купили и также подарили музею Палараджанова. Но вообще-то все начиналось с того, когда позвонил Гор, счастливый, сказал, что он вот купил тарелку Палараджанова где-то и давайте мы ее дадим в музей. Была такая легенда, на самом деле, потом уже нам стало понять, что это не легенда, что за неимением денег иногда господин Палараджанов даже в ресторане подписывался на тарелки, дарил тарелку, так и выходил. Кинули клич, начали искать. По всей стране, начиная с Сибири заканчивая до Грузии, мы нашли много тарелок. В один момент, даже не понимая, что мы переходим к кинопроизводству, было принято решение снять некое телевизионное шоу, телевизионную передачу «Наш двор». «Наш двор» — это в конечном-то счете это его детище. Он видел тот сон, который притворился в нашем дворе. Мы все работали над одной идеей, которую видел Вася Нерубен — подарить зрителю улыбку. Нужна была улыбка города, которая должна была вернуться в Ереван, потому что Ереван всегда был городом улыбки. Я не знаю, каким образом удалось смог договориться так Рубик, что Бонием оказался в Ереване именно в дни съемок «Мельбак». И, конечно же, всеми правдами-неправдами мы их привели на съемочную площадку. Я все время старался говорить о Рубике продюсере, но это еще и прекрасный актер. Я очень хотел с ним сыграть. И мы смогли для себя найти вот такой очень красивый кусок. Он был Тхаманяном, то есть человек, который построил вот это розовое чудо под названием Ереван. Мне было очень приятно с ним в кадре. Иногда это было настолько смешно, что приходилось останавливаться, потому что мне сам было очень смешно. Вот здесь мы поставим. Это будет опера. Когда это было снято, только после этого мы с Рубеном поняли, что это не телевизионная передача, а это кино. Мы уже точно поняли, что кино это одно направление, которым надо заниматься постоянно. И Рубен, как продюсер, сделал очень многое, чтобы кино, которое к тому времени было в упадке, не было армии фильма, не снимались фильмы. Вот именно с этого времени началось возрождение армянского кино, я считаю. Люди, которые занимаются кино, знают очень хорошо, что достаточное количество денег, хороший актер, отличный сценарий, гениальный режиссер, это еще не значит, что это кино получится. Существует некая магия, которое или есть, или нет. 27 лет уже, как жив в Москве, и вроде все так неплохо складывалось. Когда в один прекрасный день поступил звонок, это был Рубен Джагинян, и предложил встретиться. Рубен Владимирович умеет убеждать. Обычная, простая история, даже мною написанная. И когда я начинаю рассказывать, вдруг на половине уже рассказа ловлю себя на том, что какая-то брехня. А Рубен Владимирович о том, что, ну, по сути, не представляет из себя никакой ценности, может говорить так красиво и так заразить тебя всем этим, это, конечно, два. Редактор субтитров А.Семкин Вот этот вот дуэт наш с ним совместной работы над этим фильмом произошла вот эта химия. Мы принесли друг другу удачу. Задача продюсера создать картине долгий, но иногда недолгий удачный прокат. Продюсеров-выдумщиков не так уже много. Продюсер должен копаться в сценарии, мешать оператору, вмешиваться в монтаж, предлагать своих актеров, дабы послеть режиссера. И только он знает, почему блокбастер в конце превращается в малобюджетную артхаусную притчу. За последние 20 лет мало кто сделал для культуры Армении столько, сколько сделал он. Есть вещи, которые он возродил, есть вещи, которые он фактически создал. Это относится и шоу-бизнеса, это относится даже к классическому искусству. Те постановки, те проекты, которые, они были не поднимаемы в тех условиях, в которых на тот момент существовала страна. «Приступаю с чувством огромного творческого волнения» написал на первой странице партитуры балета «Спартак» Арам Ильич Хачатурян. «Приступаю с чувством неподъемности проекта», отметил про себя продюсер и решил пригласить в качестве Атланта великого Григоровича. Соответственно, под такого легендарного мастера должен был выстраиваться весь антураж костюмы, декорации, свет. И в 2009 году, когда, как водится никому до балета и дела-то не было, дело было сделано. «Спартак» прошел с триумфом. Юрий Григорович постановку балета когда-то сделал самим Арам Ильичом Хачатуряном. И здесь вот такая была ответственность. И тут продюсера осенило. Если «Супер-балет» прошел на сцене театра оперы и балета, то сама логика названия требует сотворить нечто аналогичное и с оперным репертуаром. И уже в следующем 2010 году публика рукоплескала Вердиевской Аиди, поставленной на той же сцене с помощью другого «Атланта» итальянского постановщика Марио Коради. В 1993-м 2004-м я работала на этом канале. Я работала ассистентом режиссора. Я же помню, какое это было телевидение. Как нам было холодно тогда. Какие у нас были комнаты. Какие комнаты большие мы закрывали, чтобы делать маленькие монтажные, потому что там, возможно, было греть руки. В 2013-м году почти ничего не изменилось. На днях я разбирала фотографии и какие-то видеоматериалы для того, чтобы сделать презентацию. вы не можете представить из каких руин во что превратилось телевидение. В одном культовом фильме один из героев уверен, что настанет время, когда не будет ничего, кроме телевидения. Но прошло не так уж много времени, как у телевидения появился конкурент интернет со всеми его возможностями. Каналы начали сражаться не только между собой, но и с ним. Само собой, общественное телевидение Армении не могло остаться вне поля битвы, ведь это была первая кнопка. Может, именно поэтому из всех кандидатур возглавить главный канал страны выбор пал на поднимающего неподъемные проекты. Телевидение это не только студия, это не только техника, это еще и контент. Очень много людей думали, что вот человек из шоу-бизнеса, человек, который делает очень хорошие концерты, много всего, но а как он может поменять общественный канал. Много полегло старой техники и устаревших идей. И уже через год даже недоброжелатели нехотя отметили, что картина, а также картинка изменились. здравствуйте. В студии Анна Павлова и у нас срочное сообщение. Рубен Джигинян это крайне опасный элемент. Он втянул нас супругом в свою мафиозную систему почти 15 лет назад. Мафия это совсем не то, о чем вы подумали. Это не перестрелки в ночных клубах, не торговля наркотиками и не содержание фешенебельных притонов. Все знают вклад Рубена в телевизионную индустрию, в медиаиндустрию, вообще в индустрию развлечений. Не все знают, что именно он был одним из тех, кто супер популяризовал игру «Мафия». Даже мы не подозревали, с чего это все начинается. Была одна ситуационная игра, это модель питчинга, которая развивала человека в бизнесе и его взаимоотношения с другими. Ей уже было название «Мафия», и мы уже начали придумывать некий сценарий, как этот может город, например, он засыпает, открывает честные граждане, нечестные граждане. И так это получило определенное развитие. По вечерам в то время не было много ресторанов, там в кафе, и мы создали такое место, где собирались мы уже и наши друзья, и в течение многих лет мы обрабатывали эти правила. Я очень хорошо помню, с каким рвением он отстаивал правила, говоря, что никто не имеет никакого морального права что-то нарушать и играть как-то по-другому. Это же очень важное умение. Почему мафия так популярна? Потому что это жизнь. Мафия – это поединок интеллекта и логики. Это управление своими эмоциями почище, чем в покере. Это, наконец, манипулирование сознанием людей, которому позавидовали бы лучшие психологи. Наверное, они бы удивились, узнав, как стремительно мафия набирает популярность. Вскоре она раскинула свои щупальца не только в Ереване, но и в Москве, в Украине, в Америке и в Японии. В Москве уже тоже у нас был клуб. Туда уже подтягивались уже и именитые люди, актеры, ведущие представители различных телевидений, театров, кино. Когда мы приезжали в Ереван, то, наверное, самым зрелищным событием это было открытие чемпионата. И Рубен умудрялся каждый год. Я не знаю, как он это делал, но он невероятные вещи совершенно придумывал. Какие-то инсталляции, какие-то шоу, он выпускал какие-то очень смешные газеты и каждый раз нас удивлял. «Музыка» 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 к маме, к Томме и к девочкам. Вот я смотрел, мы недавно отдыхали вместе, я за ним наблюдал. Это такая нежность. То есть этот большой человек, он большой, ну реально большой, достаточно брутальной внешности, вдруг становится... Он же женился позже у нас всех. Я так рад, что вот у них с Томмой вот как будто они вчера поженились. Конечно, Томина заслуга в первую очередь не его, это всегда заслуга женщин. Но я очень рад, что вот у него есть в жизни вот эти две девочки, одна девушка и одна женщина, для которых он центр вселенной. Но этот центр, это не холодная какая-то такая субстанция, а эта звезда, которая греет вот все вокруг. Я женился. Я вернулся в Армению и на проекте, который был предложен мне Джориняном, я встретил свою будущую жену. В итоге у нас две дочери. Я счастлив. Имею честь с ним работать, дружить по жизни. Он крестный отец моих детей, это уже о многом говорит. И потенциал, которым обладает Рубик, у него есть место размаха, место разгона, место новых проектов. Я уверен, что будут еще новые фильмы, новые задумки, новые концерты. Я знаю, что ты будешь сидеть, молчать, улыбаться, тебе будут говорить высокие вещи на юбилеи, а ты будешь на месте сидеть и думать, эх, знали вы, как бы я еще мог поработать, да вот не хватило у меня чего-нибудь. Мне кажется, ты сделал на все сто, а вот надо на завтра готовиться. Каждый день как новый день. Ты человек с большой буквой, Созидатель, выше твой красивый армянский нос и выше флаг своей любимой страны, своей совести, выше флаг боголюбия, человеколюбия. Пусть твоей доброте, твоей искре и таланту не будет предела. Я всегда с тобой твой грузинский брат. Я уверен, Рубик, что ты перепорхнешь эту дату легко, изящно, как ты как ты и живешь, собственно говоря. Поэтому не бойся, друг мой, мы с огромной толпой твоих друзей ждем тебя по эту сторону 50 и надеемся, что мы вместе еще долго, долго будем порхать по этим цветастым садам нашей интересной, забавной жизни. Человек, который стоит у истоков шоу-бизнеса в независимой Армении, фактически является основателем вместе со своими друзьями. Вы знаете, что Рубик продюсировал и снял благодаря своим выдающимся способностям множество фильмов, комедий, драматических фильмов. Он, как продюсер, организовал гигантское количество концертов. все, к чему прикасается Рубик, превращается в смех, в красивую музыку, во вкусную еду и огромное количество умных и талантливых людей. Рубен, я тебя поздравляю с юбилеем. Поживи, как минимум, столько же еще счастливую, интересную, долгую жизнь. Ну и денег, конечно. Рубен невероятный джентльмен. Он как раз такая уходящая натура, too much old fashion. Вот таких мужчин, я думаю, в будущем уже не будет. Будут роботы, очень сервильные, очень знающие все ваши желания и угадывающие ваши желания, но таких мужчин, как Рубен, точно не будет. Внутри Рубена всегда живет большой патриот. Он делает проекты не потому, что ему это выгодно, а именно потому, что там есть всегда патриотическая нотка, он пытается поменять этот мир. Я думаю, что искусство, шоу-бизнес, то, за что отвечал, да и отвечает, как продюсер Рубик в Армении, именно это и есть самое высшее целеполагание вот для этого рода деятельности. Давать людям, народу, часть которого ты являешься частью силы для борьбы и жизни. Продюсер или руководитель телевидения это все какие-то суетливые, временные, какие-то жизненные позиции, а он настоящий армянин и настоящий и реванец. Говоря его же собственным выражением, я запомню эту фразу, увлекая, затачивай основу, не привлекая точности хватаемых успехов на полном повороте крутежа. 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 Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Все проекты, о которых я рассказывал, они не были бы возможны, если не было бы такого количества преданных людей. Мне вообще, я считаю, очень повезло с моими коллегами. Собирались определенные команды, которые верили в это и хотели, чтобы это получилось. Еще раз хочу всех вас поблагодарить. Спасибо вам огромное. Спасибо.